привет это бачанов снова в эфире в новом формате специально для тебя тю 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 как я соскучился давай начнем и сразу вопрос а что появилось раньше яйцо или курица пиши в комментариях свое мнение да не забудь подписаться если видишь меня впервые гарантирую со мной будет интересно давай же узнаем что внутри у одного из популярных и волшебных продуктов для завтрака для этого воспользуемся современными технологиями белым листом бумаги и черным фломастером сверху яйца скорлупа под ней тонкий слой мембраны в центре яйца желток под слоем мембраны с плоской стороны яйца воздушная камера желток удерживается в центре специальными канатиками халазами пространство вокруг желтка и стенок изнутри наполнена жидким белком остальная большая часть плотным белком в центре желтка маленькая белая точка зародышевый диск давай же посмотрим как эти знания о строении яйца помогут нам в его приготовлении сделав прокол скорлупе с плоской стороны яйца ты повредишь целостность воздушной камеры и воздух при варке будет свободно выходить из нее не повреждая скорлупу при расширении теперь яйца сварены тобой вкрутую будут всегда целыми а как сварить идеальное яйцо всмятку лови лайфхак прямо сейчас положи яйца закипевшую воду выключи газ накрой крышкой и забудь про них на 10 минут все произойдет само по себе спустя отведенное время охлади в холодной воде идеальное яйцо всмятку готово перейдем глазуни рекомендую тебе предварительно разбить яйцо глубокую чашку чтобы вилкой размешать густой и жидкие белки вместе при желании можно убрать и канатики так твоя глазунья приготовиться быстрее разогреем столовую ложку оливкового масла на среднем огне обжарим слайз томата с обеих сторон с добавлением соли и сахара рядом с томатом выложим свежие листья базилика дадим им немного поджариться когда листья станут слегка коричневеть добавим яйцо приправь перцем желток и белок солить надо только белок на желтке от соли могут появиться белые крапинки для следующего варианта глазуни растопи на сковороде кубик сливочного масла выложи на него свежий эстрагон комбинация сливочно-карамельного вкуса масла и эстрагона просто невероятно время добавить яйцо не забудем про соль и перец пара номер два снова кубик масла слегка растопим выкладываем свежие листья шпината на них сверху сыр чеддер либо любой другой натертый сыр когда сыр расплавится посыпаем измельченным кедровым орехом сверху яйцо соль и перец все по схеме и в завершении старая добрая глазунья с луком и докторской колбасой ялтинский лук обжаренный до хруста это то что нужно а как тебе докторская а очень вкусная классика не забудем про яйцо перец и соль зелень пожелать напиши в комментариях какой из четырех предложенных вариантов приглянулся тебе движемся дальше впереди один из моих фаворитов яйцо запеченное в перце слегка обжарим перец на оливковом масле с солью черным молотым перцем и розмарином спустя две минуты добавим 50 миллилитров воды и будем тушить под крышкой с отражающимся в ней оператором 7-8 минут когда вся влага испарится обжарим ветчину половину ее сложим в перец разобьем в него одно яйцо сверху выложим остатки ветчины засыпем натертым сыром снова добавим воды и под крышку на 5-6 минут когда белок схватится перекладываем перец на тарелку здесь его можно украсить свежей зеленью полить оливковым маслом приятного аппетита жидкий как же насчет омлета спросишь ты вот разобьем глубокую миску 23 яйца добавим соль молотый черный перец чайную ложку оливкового масла размешаем яйца вилкой до образования пузырьков на поверхности можно использовать венчик разогреем на медленном огне масло сковороде с антипригарным покрытием вольем в нее яичную массу начнем интенсивно вымешивать смесь лопаткой собирая ее с краев постепенно масса начнет густеть оставим ее в покое пусть схватится начнем закручивать омлет пока яйца сверху еще слегка сыроватым делаем первый сгиб и спускаем омлет от себя к противоположному краю сковородки делаем еще один загиб слегка подравниваем омлет прижимая края чтобы они схватились омлет готов это так называемый французский для него характерен щадящий температурный режим приготовления для того чтобы серединка осталась мягкой и слегка сырой еще одно блюдо на закуску родом оно кстати тоже из франции так готовят яйцо знаменитом ресторане поле бакюза для начала отделим жидкий белок от густого используя шумовку и маленькую миску или бокал в которую переложим яйцо вскипятим 500 миллилитров воды и 300 миллилитров красного вина с добавлением эстрагона когда смесь закипит убавим огонь до минимума и опрокинем яйцо так как жидкий белок уже удален делать воронку и закручивать воду не обязательно густой белок хорошо держит форму через три минуты пошел готов украсим его свежим эстрагоном бон аппетит надеюсь хотя бы одна из предложенных идей придется тебе по вкусу пробуй и пиши мне в комментариях я с нетерпением буду ждать твоих вопросов оцени сегодняшнее видео новый формат обязательно подписывайся если ты еще не подписан а если ты хочешь поддержать и помочь моему каналу смотри в описании видео как это сделать спасибо на сегодня это все пока пока увидимся очень скоро